Ребята, всем привет! Сегодня со мной снимается моя подружка Катя. Я сама не знаю, как снимать Катя сейчас снять, подожди. Ребята, вы, наверное, знаете Катю, те, кто подписаны мне в Telegram, потому что я выкладывала там про неё пост совсем недавно, что именно Катя всё фоткает, что у маньяки есть фотки, всё фоткает Катя. Катя, у нас мало времени, у нас ребёнок, во-первых, тут. И мало еды. Мало еды. Катя считает, что это мало еды, понимаете? Такой постановок. Тут половина еды Сашины, половина еды нашей. Это просто для красоты всё. Это картошечка. Ладно, давай, во-первых, надо начать, и всё само пойдёт. Начать что, есть? Да. Ага. Ты просто картошку там далеко поставила, я сейчас буду... Ну, давай вот так. Хочешь, давай вот так. А может, может, ты кого-то вывылся под сюда? Нет, понимаешь, она просто стоит здесь, потому что здесь вот такая подпорочка для неё. Ну... А, могу выспать, да, ты права, ты права. Ну, половину там выспать. Ты права, ты права. Ты как-то такая подпорная. А, в принципе, Чарли за минуту всегда здесь, да? Да, он всегда здесь. Вот, кстати, в прошлом видео люди писали, что именно доел Чарли, что Чарли их достал даже через камеру. Ребят, ну, я ничего не могу поделать, я Чарли кого-то люблю таким, как он есть, и я не хочу его запирать в комнате. Он реально актив собака. И мне с ним сложно, действительно, и... Ну, вот так вот. Ну, такой вот он тактильный человек. Ну, а что делать? Как бы уже такая собака, я же не могу его выкинуть. Мы, кстати, только что приехали со съёмки. Да. Вот буквально закончили в 3 часа. Да, мы вот погуляли с Ириной и приехали. И пришли домой. Гуляли по улице. Да. Это я сделала такой чай с водой. Знаете, зелёный чай просто разбавил с водой. Просто налила воды и добавила сюда чай. Попробуй, это вкусно, реально. Говорят, Лифтон. Это Лифтон? Просто зелёный чай с водой. Ну-ка. Ну, раз Катя сказала... Отдалённо напоминает. Ну, да, такой. ПП. Да, реально, ПП. Катя, короче, фотограф, ребят. Все контакты я укажу в описании. Ну, да. Но это моё хобби. Да. На данный момент. Хотя я этим занимаюсь уже два года. До 22 года. Непрерывно, практически. Ну, сложно, чтобы такое хобби переросло в работу. Мы с Катей ходили, болтали. И я говорю, что у Кати съёмка стоит 3-5 тысяч. Это в час, Катя. Да. Это в час. И она говорит, что, ну, как бы она так мало... Это дешёвый ценник, потому что, если бы она занималась этим постоянно, как основная работа, то она бы брала, типа, как все фотографы берут, типа, по 15 тысяч, по 10 тысяч. Ну, нет. 15 тысяч – это, наверное, уже какие-то суперпрофофотографы, конечно же, бы нет. Но ценник бы точно был. Выше? Выше. Вот. Просто тут вариант, что кому нужна съёмка более двух часов – это, наверное, какая-то свадебная фотография. А свадебная фотография я... Слушай, ну, я думала, что 15 тысяч – это у них, типа, съёмка в целом стоит. Или ты думаешь, что это за час? Я думаю, что это определённое количество часов. Это, скорее всего, полтора-два часа. Определённое количество кадров. Всегда есть условия под этими ценниками, что входит. То есть не может быть такое, что это стоит 15 тысяч рублей, и это просто, как бы, мы весь день ходим фотографировать. Ну, конечно, человек не будет этим заниматься. Ребята, если, в общем, хотите, реально, пока что Катя не стала сниматься этим как основной работой, хорошую съёмку – пишите ей. Потому что мы с ней сделали, на самом деле, классную съёмку. Мы сняли студию. Да. Катя, что мы не едим? Это мы в банк. Да, извините. Нет, я ем вот картошку. Я теперь это самое перебила. Мы сняли студию, в которых есть циклорама. Нам очень повезло с погодой, солнечной погодой. Да. Циклорама – это, знаете, такая, как белая стена. Белый фон. Белая покрашенная стена с… с таким изгибом. Вот. Блин, сейчас скажут фотографы, сейчас скажут, что я не знаю, как это называется. У нас нет фотографий, у нас только любители моих банков. Надеюсь, надеюсь. Блин, у нас сейчас, на самом деле, может сесть камера. Ну, мы её заряжали. Угу. Так, вот это моё. Я просто… Чикенбургер, да, тут. Что ещё? Что ещё можно рассказать? Классная студия, в общем. На самом деле, Катя подготовилась просто по большей части самостоятельно, потому что обычно с фотографиями советуются, какие образы можно взять с собой. Мне просто бесит эти переписки, если честно. Ну, вот. Мне тяжело. Мы просто договорились о встрече. Да, давай в это время всё, сняли студию. Да. Мне вот тяжело, на самом деле, с фотографиями начинается. Какую вы хотите? Я просто хочу приехать и пофоткаться. И уже… Ну, идеально было писать. Знаешь, я приехала, и уже были бы образы. Переодеться там и начать фоткаться. Ну, опять же, эти образы же нужно согласовать с человеком. Да, короче. Что Катя не любит делать. Мне нравится, да, так. Помнишь, первые съёмки? Катя фотографировала дома. И она просто приезжает, а я, знаете… Ну, просто я такая, типа, живу. Я думала, сейчас гостья она ко мне. Она говорит, а ты чего не подготовилась? А я там из разряда даже голову, по-моему, не помыла. Или, может быть, голову я помыла. Ничего. Ну, при том, мы заранее договорились с Катей о том, что я еду фотографировать Катю. А я думала, что она приедет ко мне просто поболтать и заодно пофотографировать. Ну, в общем, я не совсем… Ну, сейчас уже я немножко понимаю, что значит приехать на автосессию, ну, как бы… Ну, тогда, ну, когда снимаешь студию, получается не очень классно терять время. Угу, угу. Стандартное время, как по мне, лучшее время – это два часа, когда у вас есть приблизительное количество на час съёмки. И всё остальное время вы, как бы, расслаблены. Ну, и крут, мне кажется, с самого начала, знаешь, типа, пока не устали все. И ты не устала, и модель не устала, все, как бы, отфоткались. Ну, чтобы было время, ну, передохнуть там, переодеться. А, ты имеешь в виду не час, а два часа лучше, чем… Конечно. Ну, да. Мы, кстати, сегодня опоздали. Мы приехали… У нас съёмка была на час назначена, мы приехали в 13.30. Ребят, я покажу кадры, которые получились в Telegram. Ну, мы там, в основном… У нас была семейная съёмка, поэтому… Ну, семейная, ребят, семейная. Для семейного альбома, ну, не для всех. Ну, несколько кадров… Мы сделали отдельно меня, я вам покажу обязательно. Там есть Чарльз. Ваш любимый. Да. Бесячий Чарльз. В целом, он есть там на всех кадрах. Его ухо так… Ухо так… Ухо так… Такое… Блин, знаешь, что я увидела прикольное такое? Я этим, кажется, отправляла… Типа, что собачка… В… В робе такой, типа… И что он виновен, там, писала… Нюхо Попо. Да. Вот это Чарльз. Это реально… Нюхо Попо. У меня, по-моему, несколько статей за это. У него много. За что, да? Он бы был бывалым. Да. Так, ну и что. Ну, в общем, для меня это классный опыт, на самом деле, такой съёмки. Прям, мне с Хатей очень нравится, потому что я… Кстати, я недавно пофотографировала Машу. Надеюсь, что Маша выложит… Я её сама фотографировала, и получилось хорошо. Но я вот себя, допустим, не могу пофотографировать. И мне нравится, что есть Катя, которая реально может меня пофотографировать. И вообще… Я раньше не осознавала ценность нашей фотографии. Это так здорово перелистывать через какое-то время. Угу. Я даже всегда говорю девочкам, которые ко мне приходят. Не отсекай, ну, какие-то кадры. Не удаляй, да? Не удаляй их. Ты пересмотри их через неделю. Ты уже через неделю на себя смотришь совершенно другими. Другими. Знаешь, всегда кажется, в моменте я толстая, я плещавая, я такая… А потом… Становишься ещё хуже! Вот у меня так, знаешь, я смотрю фотографии, у меня 25 лет, я думаю, боже, я идеальна, я богиня, я красивая, сейчас ты такая жирная. Просто подожди. Да. То есть через пять лет ты на себя вообще по-другому посмотришь. Это правда. И тебе, скорее всего, понравятся все фотографии из альбома, которые скидывают тебе фотограф. Да. Ну, это, конечно же, как бы другая часть. На самом деле фотограф, ну, по крайней мере, мне всегда очень хочется, очень трепетно, чтобы человеку понравился он себе на фотографии, даже в моменте. Ну, хотя, понятное дело, даже на собственном опыте, что фотографу даёт, ну, как бы, какое-то определённое количество, ну, вот, чтобы пять-десять фотографий, на которых ты себе в моменте, вот, прямо сейчас нравишься. А что вы делаете? У меня есть такое. Вот с твоими фотографиями у меня с первого раза такое было. Но также были фотографии, которые мне, ну, вообще не очень понравились. Просто не из-за тебя, из-за меня. Я себе вижу какие-то моменты, ну, вот, свои какие-то косяки. А сейчас я недавно пересматривала, это вот до родов было. И мне уже, как бы, я не так критично на всё это смотрю, мне уже нравится намного, типа... Это когда я фоткала тебя уже на девятом месяце? Не-не-не, первый раз. Это же вообще было... Да. Это же, ты помнишь, это было очень смешно. Мы ржали всё. Это была такая расслабленная съёмка. Что-то между пальцами Катя картину зажала, поднялась. Ну, прикалывали. Мы ржали. Да. У меня ещё первый раз у меня... Вот это. Вот это. Она её ставила вот это. У меня было первый раз такое в жизни, чтобы меня вот так фотографировали, понимаешь? И мне вот, ну, знаешь, классно было почувствовать, что тебя фотографировали, ну, что ты как будто немножко как звезда, я не знаю, вот у меня такой был модель. А мне со стороны, мне наоборот, нравилось, что всё так нестандартно. Всё вот так вот. Вот мы сейчас сфоткаемся, вот так вот. И таких фотографий, типа, никто не сделал. Можно было бы, знаешь что, сфоткаться потом, как сделать какую-нибудь арт-фотосессию потом. Ребят, вот подписывайтесь, ставьте лайки, чтобы сделали арт-фотосессию. На самом деле идей очень много. А решу она там болтает. Так. Бум. Сейчас мы ей тут накидаем игрушек. Так. Там её какая-то. Такие... Так. Я хотела что-то про соус сказать. Соус. Ребят, я уже рекламировала этот соус. Все покупайте этот соус. Это очень-очень вкусно. Асторио. Мне раньше так не нравились соусы Асторио. Думала, что это дешманская хрень. Это очень вкусно. Я раньше думала, что только Хайнс хороший соус. Так скоро перейдем на каждый день. Да, вот так. Так, что еще? Пойду-ка, Ариша, подожди. Ты пока тут кушай. Сейчас, все. Мы её немножко замилили. Ребят, у нас еще есть с вами 5-10 минут. Пока пишет камера. Мы снимаем. Потому что правда сейчас сядь. Катя, вот попробуй, пожалуйста, вот эти штуки. Мы пишем на полу, поэтому есть не очень удобно. Тебе удобно сидеть? Да. Нет. Еще и Чарльз. Я сняла ремень, а теперь мне стало гораздо лучше. Правильно. Вот это-то вот это? Да. Ну что ты скажешь про Макдональдс? Уже подстыл. Лучше Макдональдс есть вот в моменте. Мне кажется, что когда голодный вообще. Вкусно. Я ем чикенбургер. Все в видео. Мы уже поели мы бургер. Пока гуляли просто, я немножко перебила себе аппетит. Но я вот это попробую еще. Ребят, это называется Big Hit у них сейчас. Так, сейчас я все закрою у нас. Вот. Сфокусировалась ура. Big Hit попробуем. Выглядит очень сочно. Мы всегда с мужем берем чикен премьер. Вот это прям неизменная какая-то классика. Ну то есть когда... Я чикенбургер себе брала. Это чикен премьер. Мне кажется, вот прям идеально. А можешь попробовать? Конечно. Я не брала чикен премьер. Мне кажется, брала очень давно. Давай. Мне кажется, он идеальный. Как... Господи, я все время переживаю. Как что? Как Рома Кола. Ну, да. Идеально. Как классика. Угу. Чтобы долго не думать, что там, как там, убирать. Вкусно. Ты знаешь, что? Кетчуп. Можно еще кетчуп попросить убрать. Ну вот чтобы... Кетчуп? Потому что он достаточно яркий. Угу. Мне нравится этот чикен бургер. Потому что у него какой-то вот этот... Есть у них особый соус. Который не майонез. Который макдональдс. Ну вот, маковский майонез. Мне он очень нравится. Именно здесь. И как-то мне Маша сказала, Катя, если именно хочешь теплый чикен бургер получить, попроси двойной соус. Они тебе сделают прям вот свежий. И еще с двойным соусом. И я вот обожаю. Я люблю очень чикен бургер. И особенно в моменте. Потому что я прям могу... И он такой мягкий, что его можно целиком затолкать прям в рот. Ну ладно. Он двумя аугусами съест. Просто он реально очень вкусный. Он еще такой удобный. Удобный, маленький. И это булочка. Короче он очень вкусный. Да. Отличный. Что еще? Короче мы пофоткали. Да, ребят. Очень хорошо. Катя. Катя еще и ты. И ты супер комфортная. Потому что мне бы не с каждым человеком смогла бы я. Потому что есть разные мне кажется фотографы. Хотя я ни с кем не встречалась. Не знаю. Просто вот с кем я общалась. Не знаю. Мне кажется это самое комфортное. Потому что видимо я тебя знаю. И мне комфортно за это. Ну это скорее всего. Ну хотя с другой стороны. Ну в общем. Как это сказать. Кто-то может быть другой. По другому бы раскрыл. Да. Не знаю. У нас просто одна тональность. А кто-то бы тебя на другую. Да. У нас такая легкость. Да. Ну я просто. Мне просто хочется дать тебе. Почувствовать себя хорошо. Да. Мне не нравится когда мне говорят что нужно делать. Типа стань так. Стань так. Да. То есть подсказать. Подсказать. Сказать что там типа выпрямь. Чуть-чуть выпрямься. Чуть-чуть наклони голову. Это одно. А когда кто-то тебе говорит стань вот так вот. А ты как бы это совершенно тебе против. Надо человека ловить в моменте в жизни. И как ему комфортно. А не делать типа как модельную съемку. Ну хотя иногда. Некоторым может быть нужно подсказать что они. Не знают как встать. Как чего. Ну вот например. Одного человека. Встань так. А он говорит. Мне так неудобно. Мне так не комфортно. Да. Но все равно встал. Встал. Ну не факт что он выберет эту фотку. Не факт. Посмотрим. Ну или например. Вот он стоял ко мне лицом. Да. А я говорю. Верните чуть боком. Да. Ну то есть ты видишь. Ты видишь как это выглядит. Да. Это абсолютно хорошо. Кому-то например удобно кстати. Чтобы перед ним стояло зеркало. Вот у нас же было зеркало. О кстати это классно. Вот мне было так удобно. У нас видишь. Вот здесь вот эта штука. Я когда первый раз. Я сейчас туда смотрю. Ну не в камеру. А вот туда как в зеркало. Это кстати не очень надо в объектив смотреть. Так мы снимаем видео с Аришкой. Уже кстати записали 16 минут. Она дает просто жить. Фу-фу-фу. Да. Ну реально Аришка хороший малыш. Вы ее все слышите уже. Арина с нами снимается. Арина с нами снимается и еще в животе снималась. Да. Она любит еду. Арина реально любит еду. Она прям хочет еду. Пока нельзя. Ну сейчас кстати хлебачок не сварит. Интерес у нее очень сильный. Вот скоро скоро еще уже будет где-нибудь здесь сидеть. Ребят что Арина берем на макбанг. Я не хочу ее снимать честно. Вот кстати детей надо снимать. Вот я не хочу ее снимать. У нас такой спор был на прошлой работе. Прям. А у нас когда мероприятия проходили какие-то. Им нужно было типа снимать для контента. Да. Для сайта. Для соц сетей. Да. Для телеграмма. Типа пофоткать. Да даже для отчета. То есть даже не просто. В группе. Вот. И мне всегда было как-то вот. Ну неловко. Но. И я там как бы спрашивала все время. Про детей? Да. Но не всегда есть возможность спросить. Типа можно ли сфотографировать вашего ребенка. В целом сейчас столько всего. Столько камер. Столько ну типа уличных фотографий. Ну все равно это же не в открытом доступе. Это как бы. Надо постараться чтобы найти. Или так повезло. Да что там. Ну мы например выкладывали в открытый доступ. Без разрешения. Да. А. Такую телу. А трепечь. Раз нажим. Я конечно. Сегодня про съемки. Мнение профессионального фотографа. Я конечно не инстусамка. А. А. Ну я считаю. Нет. Кукаяком. Если бы я была Василисой кукаяком. Мне бы очень нравилось. Мне бы хотелось чтобы меня снимали. Потому что. Даже если бы меня в детстве как кукаяку снимали. Я бы от этого кайфовала. Но это же. Но в то же время хейт который я бы может быть и не смогла это вынести. А мне кажется к этому вот. Как с детства привыкаешь. И пофигу да. И пофиг уже. И по другому. У меня кто-то хейтили из-за лишнего веса. Просто так в жизни меня хейтили. Не в хейт. Ого. Это всю жизнь. Сейчас школа хейт. Я просто не знала что это так называется. Толстая. 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 Жирная. Опа. Мурс блин. Освратительная. Я жесткая. Мне толстая тупсик. Но при этом. Мне кажется я выросла тем человеком. До какого периода тебе так говорили? Мне говорили. Мне это до конца школы даже говорили. А потом я похудела. И мне стали говорить что. Оо плоская жопа. То есть люди за это знают, за что хейтить. И потом будут там жидкие волосы. Старуха. И потом ты начнешь стареть. Ну короче вот так. Ну в общем. Ну. В общем. Я Арину не очень хочу выкладывать. Потому что мало ли. Она скажет, что не хотела ничего, чтобы меня выкладывала. Поэтому я буду стараться с ней не записывать, как можно больше. А если она скажет, а я бы хотела? Ну так вот не угадаешь. Мне кажется, что тут просто специально рваться. Если она будет рваться и хотеть, будет сниматься. Прям специально, чтобы на слёз её нет. Если будет рваться, будет просто максимально стараться держаться подальше от этого. Если будет хотеть, то придётся. Что делать? Я называю это пусть по течению. Что будет, то и будет Но не хотелось бы мне Просто жалко Ну жалко, ну твой ребенок Это мой ребенок Ну типа что она Ой, я не знаю Мне честно не сложно У меня пока что нет детей Чарлика я показываю спокойно Сердечко на него не ставлю Да, Чарлик? Мне кажется, дети это наша Неотъемлемая часть Мне очень тяжело Ну может Вот я поняла Я за какое-то умеренное Вот, умеренность Не делать прям на ребенке контент Потому что она может иногда появиться Ничего страшного Главным героем может быть Да, 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 ничего страшного Но в какой-то момент все равно придется появиться Потому что как она денется Да, вот так Будет ей, когда ей будет уже там 2-3 Она будет ходить, это уже будет тяжело Ты же не поставишь здесь ограждение Мама снимает мукбанк Все, она пошла в свой домик Где мукбанков Ну да Ой, ребят, ну классно поболтали Кстати, мы уже пишем 20 минут И вырезать отсюда практически нечего Один момент Чего? Какой момент? Никакого Какой момент? А, что я? А! Ну да, только один момент Все, ребят Разряжается камера В общем, подписывайтесь на канал Ставьте лайки Подписывайтесь на Катю Если хотите фотосессию Пишите Кате Катя реально классная, комфортная Вообще супер человек Классный фотограф Поэтому пишите Спасибо большое Буду вас ждать у себя Можно встретимся? Да Надеюсь на встречу Чтобы Катя ушла с работы И стала снимать столько фотографий Я так хочу Пожалуйста Все, ребят Всем пока Все, я могу есть нормально Да Это, кстати, еще пишется Можно снять Можно вставить Все, всем пока